Открывает дверь, что-то рассказывает. Вау! В 10.37 каждый день на нее приезжает поезд. Но проблема в том, что в графике этого поезда нет. Это поезд-призрак. Мальчик сидит на плиточке на кухне. Так, его снимает, видимо... Во! Маленький кто-то пробежал. Кукла поворачивает голову, и он открывает глаза, зажигаются, смотрите. Непонятно, какой-то очень похожий на человека, но не человек. Так, а кто это такой в лесу? Вау! Станавливается возле дороги. И как будто бы его что-то похищает, как инопланетяне. Канализация, смотрите, вода, жижа, вонь вокруг. Вау! Кто-то вылез, ребята! Это не человек. Человек в такую какашню не пойдет. Он шел с красной папкой. Ребята, заходит за машину. У него зеленый. Это что-то непонятное. Чупакабра. Взлетела, смотрите. Как оно? Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии Котик. Первые правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Топ-15. Необъяснимых явлений существ в снятых на скрытую камеру. Всем привет, друзья. Валеришка, день. Напиши, кто из нас сегодня больше рассказал вау. И сколько раз ты испугался. Ну что, поехали. Начинаем. Скрытые камеры. Что это у нас? Клоун. Пеннивайз. Ходит. Стучится в дома. Ребята. Какой-то переодетый клоун. Ходит и заглядывает в дома. Стучится. Слава богу, никого дома нет. Уляньте, он уже кругов. Жестяк. Вообще, камеры его снимают. Он ничего не понимает, чего все камеры видят. Он ищет хоть кого-нибудь. Хоть каких-нибудь людей. Кому-нибудь заглянуть. Ну хорошо, что никого нет. Переоделся в костюме клоуна, ребята. Жестяк вообще. Это прям экранизация Пеннивайза. Клоуна Оно, друзья. Лера, что происходит? Ты не знаешь? Он открыл калитку. Открыл калитку? В дом. Он хоть кого-нибудь найдет. Ребята, это происходит в реальной жизни. Правда. Говорю. Может, это кто-то прикалывается? Не знаю. Может, это правда какие-то приколы? Ну, глянь, ему никто не открывает. Вообще, трешак. Ребята, проголосуй. Какое сегодня понравилось тебе больше видео из 15. И сегодня топ-15. Мальчик сидит на плиточке на кухне. Так, его снимает, видимо. Во! Маленький кто-то пробежал. Друзья, вы видели? За мальчиком он не видит. А мама снимает. Пробежала. Что-то маленькое очень. Это не игрушка и не монтаж. Это как будто бы какой-то маленький черт. Лилипуд. Лилипуд. А ну, давайте заглянем. Нет. Она сразу же попыталась заглянуть под шкаф. Но там под шкафом никого не было. Гляньте, у него рога. Это как черт. Вон, видите? Плохо, правда, видно. Но вроде как у него есть рога. Так, ребята, третье место. Поехали. Что тут у нас? Это станция, на которой происходит очень странное. В 10.37 каждый день на нее приезжает поезд. Но проблема в том, что в графике этого поезда нет. Это поезд-призрак. Посмотрите, друзья. Он прозрачный. Он подъезжает на эту станцию. Постоит немножко. И уезжает. По легенде говорят, что на этой станции этот поезд сошел с рельс давным-давно. И его призрак возвращается всегда на станцию, на которой он ездил. На которой это с ним случилось. Смотрите, вот его вагоны. Ну, оно все прозрачное. Какая тень. Тени от вагона, друзья. Шестяк. Регенду было увидеть. Ага. Так. Какое-то правительство. А, какое-то собрание было. Человек выходит с папкой. И за ним идет еще с рюкзаком. Так, интересно, что будет. Давайте смотреть. Это, ребята, какое-то высокопоставленное лицо в Великобритании. У них произошла какая-то встреча. Это из вырезка из новостей. Вон, смотрите, бегущая строка внизу идет. Это телевидение. Вау. Стоп, он шел уже с красной. Он шел с красной папкой. Так. Ребята. Заходит за машину. Заходит за машину. У него зеленая. Она становится зеленой. Причем он не перекладывал ничего из руки в руку. Смотрите, ребята. Заходит за машину с красной. А выходит из-за машины с зеленой. Он общается еще по дороге с человеком. И никто ему ничего не давал. Не подкладывал. Ничего не менял. Ребята, что за чудеса. Так, на пятом месте у нас парень выходит из двери. Снимает скрытая камера возле двери дома. Так. Он подходит. Вау. Он улетел. А ну, ребята, смотрим еще раз. Он выходит возле... Останавливается возле дороги. И как будто бы его что-то похищает. Как инопланетяне. Он очень быстро поднимается в воздух. Капец. Как пуля. Смотрите. Это невозможно подставить. Да, он останавливается. И тюуу. Делает. Ничего себе, друзья. Вот. Его как будто бы что-то забирает. Так. На шестом месте у нас явление, которое произошло на железнодорожной станции. Смотрите. Это какой-то энергетический сгусток. Это похоже как бы либо на призрак, либо на шаровую молнию. Но оно почему-то, если бы это была молния, почему оно перемещается по полу, а не летит в воздухе. Это такое ощущение, что это какой-то другого мира, или какой-то портал что-то переместилось. И вот эта вот камера засекла. Смотрите. Оно молнией между рельсами пускает. Оно контактирует с металлом. Капец. И электрический столб сверкнул. Видели, друзья? Да. Шестяк. Напишите, какое явление вам сегодня понравилось больше. И кто из нас сегодня больше испугался. Сколько раз ты испугался. Так, смотрим. Это гугл фотография. 360 градусов. Люди сфотографировали дерево. Выглядывает кто-то. Смотри. Ребята, из-за дерева. Это девочка. На фотографии. Но у нее почему-то серое лицо. А, забыли сказать. Ребята, это происходит на кладбище. Вон, смотрите, из ограда и могилы за этим деревом. И люди приехали на этом кладбище. Получается, как бы встретить, помянуть своих родственников. Или кому-то приехать. И они сфотографировали девочку. Но у них почему-то было серое лицо. Восьмой. Так, восьмой наш случай необъяснимого явления. Это медуза в небе. Смотрите. Какой-то летающий объект неопознанный. Очень напоминает медузу с щупальцами. Это не самолет. Это реально происходит в небе. Вот, смотрите, отдаляется камера. Это просто при очень большом приближении. Так, девятый случай. Что тут у нас? Улица какая-то. Вон какой-то, что-то ходит. Это не человек. Это что-то непонятное. Чупакабра. Взлетело, смотрите. Как оно? Оно взлетело. По воздуху пошло. Опустилось. Ребята, это не может быть ни веревочки, ничего. Это нельзя такое здесь подстроить. Оно переходит на ту сторону дороги. Это как будто бы призрак. Или как будто бы какой-то объект, пришелец. Может, тут вообще ведьма. Ветле. Не знаю, друзья. Гляньте, оно поднимается. Оно может ходить по воздуху. Так, десятая наша ситуация. Младенец лежит. Младенец. Не может заснуть. Не может закрыть глаза. Снимают его возле кроватки. Кукла поворачивает голову. Без механизмов кукла, смотрите. Повернула голову. А ну еще разочек. В замедленном. Кукла поворачивает голову. И он открывает глаза. Зажигаются, смотрите. Ничего себе, друзья. Так, одиннадцатый случай. А это еще что? Это необъяснимое явление. Вот такая вот фигура была создана из облаков и из дыма. Можете верить, можете нет. Но это реально вот сняли на видео люди и показали нам. Это пипец. Как будто бы лицо человека с прической, с кучерявыми волосами, глаза, нос, рот. Но это природное явление. Обычно это никакой не монтаж. Это так вот создано облаками. И, ребята, и этими тучами. Так, двенадцатая канализация. Смотрите, вода, жижа, вонь вокруг. Вау! Кто-то вылез, ребята. Это не человек. Человек в такую какашню не пойдет. Глаза горят. Рука длинная. Смотрите, какая длинная рука. Это какое-то существо, обитающее в канализациях. Смотрите, оно вылазит посмотреть, кто его снимает. Откуда свет идет? И убежала, испугалась. Видите, худое какое. Друзья, так, тринадцатая наша камера. Тринадцатый случай необъяснимого явления существа. Снимает камера. Снимает камера снег. Скрытая камера. Вау! Это еще... Кто-то пробежал. Какое-то чудо-юдо. Смотрите, друзья. Оно проносится мимо камеры. На полусогнутых ногах. Какое-то вообще непонятное существо. Жесть, друзья. Так, смотрим дальше. Так. Четырнадцатая камера. Так, ребята гуляют по лесу. Возле заброшки, возле какой-то. И они находят какую-то непонятную... Что это? Вот, смотрите. Что-то непонятное. Какое-то очень похожее на человека, но не человек. Так, а кто это такой в лесу? Вау! Он, ребята, смотрите. Поворачивают голову, у него закрываются глаза. Открываются. Но это не человек. У него худые руки. И горят глаза. Он весь лысый и голый. Друзья, пятнадцатая. Открывает дверь. Что-то рассказывает. Вау! Жесть! Вон, ребята, открывает дверь. И там кто-то сидел. Но это не человек. Этот мужчина уехал сам жить в дом. Оставил свою семью, жену и ребенка у своих родителей. А сам поехал, потому что соседи сказали, что в его доме происходят какие-то странные вещи. И кто-то поселился. И вот он проверяет еще раз. Но там никого нету. А это, ребята, мы вам на закусочку. Прикольчик. Ребята решили взломать магазин. Взяли с собой два кирпича. И решили разбить витрину. Чтобы украсть какие-то вещи, драгоценности, или продукты, или деньги. Мы не знаем. Один бросает камень. И второй тоже собирается бросать камень. Но в этот момент его дружбан проходит мимо него. И прямо ему вкантачивает голову кирпичом. Друзья, никогда не задумывайте никакое зло. Оно может к вам вернуться. И к этому парню оно вернулось прям сразу. Вдруг его так прибил кирпичом, что тут вообще выключился. И потерял сознание. Ребята, напишите, какая сегодня камера. Вам понравилось больше всего. Какой случай. И какое явление. Подписывайтесь на наши каналы, на которые вы еще не подписаны. Ссылочки в описании, все друзья. Смотрите новые серии на Валеришка Макс. На Валеришка Сим. На Валеришка Плей. Подписывайтесь на Валеришка Фэмили. Мы стараемся для вас, друзья. Потому что у нас Том самое лучшее. Мы всех очень любим. Очень любим вас. Всем пока-пока. Пока, друзья. И напишите, сколько раз вы испугались. И кто из нас больше испугался.